Открытый диалог с Александром Непомнящим Наши фирмы продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Здравствуйте! Надеюсь, что, несмотря на коронавирус, у вас все в порядке, все живы-здоровы. Ну и, наверное, мы и начнем разговор с коронавирусом. Ну и как же без политики? Не о политике? Да, это правда. Действительно, израильская ситуация с политикой остается стабильно-нестабильной. Сергей, вы хорошо меня слышите, потому что у меня показан низкий уровень связи. Сергей? Ну, несмотря на низкий уровень связи, слышу я вас нормально. Единственное, что если он будет совсем низкий, то мы тогда просто потеряем вас. А так пока слышно нормально. Судя по всему, гораздо больше людей, чем обычно. Сейчас в условиях изоляции стали пользоваться интернетом. Нагрузки большие, поэтому, к сожалению... Но будем надеяться, что будет все хорошо. Итак, действительно, как я уже сказал, стабильно-нестабильная ситуация израильской политики продолжает оставаться таковой. И у Ганса закончился так называемый мандат. То есть, я напомню, в израильской политической системе после выборов в Кнессет президент предоставляет лидеру, как правило, лидеру одной из крупнейших партий мандат на создание правительства, исходя из того, кого рекомендуют большинство фракций, избранных в Кнессет. И в этот раз, я напомню, Натаньяу было 58, а Ганс получил больше, мне кажется, 59, потому что за него проголосовали и левые партии, и Либерман, и арабы. Это был общий фронт против правых еврейских партий. И единственное, внутри арабского блока самые радикальные ненавистники еврейского государства, они отказались даже Ганса рекомендовать, но это было скорее так демонстративно, потому что и без них, в общем, у него было на один больше. То есть, все остальные представители арабского блока антисионистского дали ему свои голоса, а эти как бы ушли в сторону. Так или иначе, Ганс получил время на создание правительства, как мы знаем, не сумел его сложить, потому что одежда, которая, как мы сейчас выясняем, план этот был придуман Либерманом и Лапидом, они убедили Ганса все-таки создать правительство меньшинства, опирающееся на блок антисионистских арабских партий. Но в решающий момент, мы помним, часть депутатов как бы левого лагеря, они сказали, что они на это не готовы пойти, и в итоге план рухнул. Рухнуло и развалилось и левый лагерь. И в итоге Ганс предложил Натаньялу сделать совместное правительство. То есть до выборов он говорил, что с этим обвиняемым, как он говорил, то есть уже приговорив Натаньял, хотя сюда даже еще не начался суд, но он уже приговорил Натаньял, он говорил, с этим обвиняемым из улицы Бальфор в Иерусалиме, я не собираюсь сидеть, но здесь он понял, что других вариантов у него нет, и они начали вести переговоры. Переговоры идут трудно и сложно, мы об этом говорили в прошлый раз, поскольку это не вопрос того, кто какие портфели получит, это принципиальные вопросы, разделяющие действительно по сути правых и левых израильских. В первую очередь это вопрос о суверенитете в Иудеи и Самарии, и вопрос о том, насколько удастся в этой каденции усмирить неподконтрольность и присвоение себе чужих полномочий со стороны Верховного суда. Время закончилось, Ганс не сумел создать правительство, и до сих пор в израильской политической системе было так, если лидер одной крупной фракции не сумел создать, то это переходит фактически автоматически лидеру второй. Так было на протяжении предыдущих двух раундов выборов, когда сначала получал Натаньяо такую возможность, а потом, когда у него не получалось собрать правительство, это переходило к Гансу, и Гансу тоже не получалось. И вот у Ганса не получилось, можно было ожидать, что Натаньяо получит эту самую возможность собирать правительство, при том, что у него сегодня гораздо больше, чем у Ганса. То есть Ганс, собственно, сегодня глава фракции, буквально в 10 или 15 депутатов. За Натаньяо стоит 58 депутатов, 4 лидерские партии, плюс примкнувшая к ним еще та самая Орли Леви, которая была избрана в списке левом партии труда, но в итоге вспомнила о том, что корни у нее исторически справа, она дочь известного ликудовского в прошлом активиста Давида Леви, и она пришла в право лагерь, теперь уже официально, и она рекомендовала Натаньяо. Таким образом, у Натаньяо сейчас, по истечению мандата Ганса, было 59 буквально депутатов, голосов в Нессете. Но президент Ривлин решил иначе. Снова нарушаются все нормы, когда речь идет о Натаньяо, когда речь идет о попытке свалить премьер-министра. То его враги, Гипстейт и люди, которые в политике, я так считаю, в значительной мере завидуют успеху Натаньяо, его непотопляемости, просто ненавидят его, потому что он олицетворяет все, что они сами не способны сделать. Они ведут против него бои без правил. И в этот раз Ривлин сказал, что нет, он не видит никакого смысла давать время на создание правительства Натаньяо. И таким образом, по закону, проскочив, перескочив через Натаньяо, этот мандат перешел к Нессету. Теперь уже в течение трех недель любой депутат Нессета может попробовать сложить правительство и предложить президенту сообщить, что вот у нас будет такое правительство. Если через три недели правительство не будет сложным, то мы идем на четвертый выбор. И совершенно понятно, что это была формальность, потому что на самом деле ничего, по сути дела, не изменилось. Ганс и Натаньяо продолжают вести переговоры о том, как им сложить правительство. И речь идет о том, что на базу четырех правых еврейских партий, вводающих сегодня 59 голосами, приходит Ганс со своими там 15, создают упрощенную коалицию, и Ганс получает невероятно много. Получает фактически половину позиций в правительстве, потому что на таких условиях он как бы идет. Но опять же загвоздка вся в суверенитете Великой Самарии и в вопросе, в данном случае более конкретном, уже не просто усмирение взорвавшегося Верховного Суда, а назначение судей. В отличие от Америки, где судей назначает, по сути дела, президент, более или менее, да, в Израиле судьи Верховного Суда, как мы знаем, выбирают сами себя фактически. Но это не так называется. Формально есть комитет, состоящий из девяти человек. Этот комитет решает, пойдут ли судьи, будет ли новый кандидат, станет ли он членом Верховного Суда. Для того, чтобы такой кандидат стал, он должен получить из девяти этих голосов семь голосов. Кто эти девять человек? Во-первых, там есть уже три, мне кажется, или два представителя Верховного Суда. Плюс там есть представители коллегии адвокатов, которые, в общем, коллегии адвокатов, это люди, которые мечтают войти в Верховный Суд, и поэтому обычно они выравнивают линию, они делают так, как им говорят судьи Верховного Суда. И таким образом, получается, из девяти уже пятеро набираются вот это самое судьи и представители коллегии адвокатов, и еще четыре позиции, позиции как бы от Кнессета. Это обычно два представителя коалиции и два представителя оппозиции. В итоге всего четыре человека. Среди этих четырех человек, как правило, два министра от коалиции и два представителя оппозиции. министр юстиции в Израиле по соглашению Натаньяла и Ганса, если такое у вас случится, будет представитель белоголубых, представитель Ганса. Это будет Аби Нисенкорн, бывший глава профсоюзов, человек, крайне вредный для израильской политики и для здоровья израильской экономики. Но это тот человек, которого левый Ганс продвигает на пост министра юстиции. Понятно, что им очень важен пост министра юстиции, поскольку мы уже говорили об этом не раз. По сути дела, Ганс представляет интересы Верховного суда. Это не столько политическая партия, сколько партия тех, кто воюет с Натаньял. И, в первую очередь, это война против тех реформ, которые Натаньял хочет внести, то есть вернуть Верховный суд туда, где он должен быть, к разделению полномочий, когда у Кнессета есть своя эпархия, у Верховного суда своя, у исполнительной власти своя, и таким образом демократия сохраняется. Сегодня в Израиле демократия разрушена и разгромлена, и Верховный суд подавляет любые инициативы Кнессета. Это очень плохо, этим нужно что-то делать. И один из вариантов, не лучший, но хотя бы постараться влиять на избрание судей. И поскольку позиция министра юстиции будет заблокирована Канцем, Натаньял хочет, чтобы остальные три позиции представителей Кнессета в комиссии по назначению судей были от блока правых партий. Почему? Потому что, как я уже сказал, из девяти голосов новый судья должен получить семь. Таким образом, если у правых есть три голоса, то есть из четырёх голосов Кнессета, один, это не Синкорна, который, конечно же, не будет играть за правых, но три оставшихся излезнений будут у правых в руках, то, по крайней мере, они смогут заблокировать, не провести своего, но хотя бы не дать назначить какого-нибудь совершенно оголтевого левака. И теоретически это достаточно логично, потому что, по сути дела, речь идёт о идеологиях. Представители противоположных идеологий объединяются для того, чтобы сейчас вытащить страну из короны экономического кризиса и по дороге, в общем, продвинуть важные для страны какие-то вещи, в тех вопросах, в которых они не могут договориться, надо сохранять, по крайней мере, статус-кво. И этого хочет Натаньял. Он говорит, я не хочу, чтобы вы, пользуясь тем, что я вас приведу в правительство, назначали Верховный суд откровенных леваков, чтобы мы потом имели эти неприятности дальше, когда Верховный суд вмешивается уже даже в полномочия Кнесета, что является прямым нарушением духа разделения властей. Это то, что было с Юлием Эдельштейном. Ганс на это идти не хочет. Думаю, что не столько Ганс, сколько те люди, которые стоят за ним, то есть представители Верховного суда, которые понимают, что, в общем, это им совсем не выгодно. И таким образом переговоры продолжаются и пробуксовывают. У Ганса, по сути дела, несмотря на то, что он не хочет, нет инструментов давления, потому что единственный инструмент давления это то, что ему предлагает Либерман и Лапид. Давайте продвигать через Кнесет, в котором у нас есть как бы большинство, может быть еще не факт, что все в левом лагере будут вести себя настолько омерзительно. Но давайте будем продвигать персональные законы против Натаньяла, чтобы, если мы пойдем на четвертые выборы, чтобы Натаньял, например, не мог быть главой партии Лигу. По сути дела, Ганс прекрасно понимает, что если он согласится на начало такого процесса, то это означает конец переговоров. Тогда уже точно идут на четвертый выбор. Окей, Ганс понимает, что таким образом он, наверное, прихлопнет действительно лишить Натаньял возможности представлять вот этот блок юбилейских партий, и дальше неизвестно, что будет. Но он, Ганс, больше не глава крупной фракции слева. Он, Ганс, глава небольшой группы слева, у которой шансов стать ведущей на самом деле очень немного. То есть, по большому счету, когда Ганс, если Ганс использует свое оружие судного дня и начнет законодательные инициативы против Натаньяла в Кнесете, это, безусловно, обрадует Либермана и Лапида, которые видят Натаньяла личного врага. Это, безусловно, обрадует Верховный суд, представитель Верховного суда, который очень боятся, что Натаньяла все-таки удастся провести реформы и вернуть системы сдержек противовесов и разделения властей в стране. Но ему, Гансу, с этого ничего не будет. Несмотря на то, что Ганс, судя по всему, не отличается ни решительностью, ни умом, такой вариант он тоже понимает. Может быть, ему сам Натаньял это объяснил. И поэтому он не очень. Он, будучи сейчас спикером Кнесета, он не хочет продвигать эти законодательные инициативы вот просто так, понимая, что это, в общем, он стреляет себе в ногу. С точки зрения Натаньяла, конечно, четвертый выбор окажется сейчас лучшим выходом. Потому что, если будет правительство национального единства, у Натаньяла полтора года, а потом на полтора года он обязуется отдать в раздеправление Гансу. И поди, зная, что Ганс успеет наворотить за это время. С другой стороны, а если, например, пойдем на четвертый выбор, и по всем опросам сейчас правый блок набирает, четыре большие еврейские партии набирают больше 61 мандата, таким образом можно сформировать чисто правое правительство без левых, без Ганса, без всей этой тягомотины и сделать все, что нужно. Но опросы, как мы понимаем, вещь очень зыбкая. Страна в эпидемии и в канун большого экономического кризиса. В стране сейчас 26% безработных. Такого кошмара не было никогда в Израиле за всю историю Израиля. Понятно, что это безработные части, из которых, по крайней мере, вернется на работу, как только закончатся все эти неприятности с карантином. Но насколько общество будет, скажем, к августу, а в августе будут выборы, если не соберется правительство, насколько общество будет готово к такому развитию событий, и насколько оно будет поддерживать Натаньял через полгода, трудно сказать, никто не может сказать. Поэтому Натаньял тоже считает, что, может быть, лучше синиться в руке, чем Журавль-Небель, и лучше попытаться договориться с Гансом. Другое дело, что в этой сфере, в сфере политических переговоров, Натаньял ас, а Ганс не просто новичок. Это вот первоклассник, который пришел без того, что он ходил в подготовительный класс, а просто где-то прошавантился, и в 6 лет его отдали в первый класс. Ганс, он сидит, он даже букв не знает, никакой подготовки у него нет, и перед ним сидит взрослый человек и ведет с ним переговоры. Но опять же за Гансом стоят судьи Верховного суда, и таким образом в воскресенье вроде бы должны продолжиться переговоры, с другой стороны левые бьют копытом и кричат, если в воскресенье не будет правительства, давайте через КНС проводить законы против Натаньял. С третьей стороны Ганс понимает, что законы против Натаньял будет означать конец его политической карьеры 100%, поскольку ему ничего уже тогда не светит, скорее всего. Ждем и смотрим. Ждем и смотрим. Ну а между всеми этими политическими коллизиями Натаньял еще и ведет страну, спасает ее от коронавируса и минимизирует экономический ущерб, и это тоже, как вы понимаете, отнимает немало сил. Если вы позволите, Сергей, буквально в нескольких словах, я расскажу, что у нас происходит на этой ниве тоже, поскольку, в общем-то, сегодня в наши дни последние, ну, мне кажется, 90% новостей, они все сводятся к вопросам короны в разных странах, в разных ситуациях, и, в общем, нам тоже этого, видимо, не избежать. Сергей, можно продолжать? Конечно. Так вот, в Израиле сейчас порядка 13 тысяч человек, которые заболели короной, из них около 3 тысяч выздоровевших и порядка 150 погибших. То есть, если мы смотрим на эти цифры, мы получаем примерно 1,5% погибших от общего числа заболевших и 5% погибших от числа тех, кто прошел через корону, то есть выздоровевших 95%, умерших 5%. И это, в общем, как вы видите, понимаете, хорошие показатели, если сравнивать их с показателями европейских стран Америки и стран на Дальнем Востоке, тех, в чьи данные мы верим, то есть Тайвань, Гонконг, Сингапур, Южная Корея, Япония. Это неплохие данные, и мы понимаем, что во многом это, конечно же, результат работы карантина израильского, который был введен Израилем одним из первых, и он был достаточно жесткий. По сути дела, суть карантина, я напомню, карантин не спасает всю страну от заболевания вообще. Он всего лишь сдерживает скорость распространения эпидемии для того, чтобы не перегружать систему здравоохранения, чтобы дать возможность врачам заниматься тяжелыми больными, и чтобы на всех тяжелых больных хватило и аппаратов искусственной вентиляции легких, и рабочих медицинских групп. И, в общем, с учетом безалаберности израильтян, наш жесткий карантин, в общем, работал неплохо. У нас, конечно же, есть группы, которые, скажем, мягко не отнеслись со всей серьезностью к карантину. То есть сегодня как раз делали некие опросы, некие, так сказать, замеры, и получилось, что в среднем по стране, ну как средняя температура в больнице, израильтяне, в общем, достаточно грамотно и с пониманием, осознанием относятся к карантинным мерам. Люди выходят на улицу в масках, люди понимают, что все эти вот правила, они не придуманы просто для того, чтобы осложнить им жизнь. Но у нас четыре группы населения, грубо говоря, которые, в общем, скажем так, не сразу к этому пришли. Во-первых, это левые, которые устраивают демонстрации против проклятого Натанияу, они бегают с черными флагами, и в этом есть какая-то удивительная, на мой взгляд, символика, потому что, в общем-то, в Израиле обычно принято, когда ты выступаешь в патриотических позициях, ты выходишь с белоголубым израильским флагом. Во время оранжевого протеста против изгнания евреев из сектора Газы был оранжевый флаг, оранжевые ленточки с белоголубым флагом. Сейчас люди вышли под черными флагами, как бы флагом анархии, против беспредела, как они говорят, Натанияу, хотя не очень понятно, какой беспредел в случае. Премьер-министр просто тупо спасает вас от эпидемии и ее последствий. И размахивая этими черными флагами, как урубхай толкиновские, как орки, как пираты, они устраивают демонстрации, хотя им сказали, в общем, ребята, вы рискуете, причем рискуете не только собой, но и своими пожилыми людьми и пожилыми людьми, которые знакомы с вашими знакомыми и так далее. По законам карантина в Израиле можно устраивать демонстрации с некоторым ограничением, но можно, и вот буквально вчера они снова в Тель-Авиве веселились и с гордостью отмечали, что там было около двух тысяч человек, многие без массы. Одним словом, одна группа населения, которая создает проблему израильскому карантину, это наши левые, которые обязательно нужно сейчас выступить против. Натаньяо помахать черным флагом, что они доказывают этим, солидаризировать с черным флагом, это на их совесть. Вторая группа, это нелегалы. Нелегалы, которые тоже находятся в Тель-Авиве в большинстве своем, это африканские просоченцы, те, которые успели пробраться в Израиль на заработки из Эритреи, Сомалии, Эфиопии, Судана. До 2010 года, до того, как Натаньяо поставил забор и став премьер-министром, одно из первых действий, который он сделал, он прекратил вот этот самый поток так называемых беженцев, которые наши левые организации всячески поддерживали и буквально раздавали в тех странах брошюры, как пробраться в Израиль. Это было поставлено на поток, это приносило, конечно, экономические дивиденды тем, кто использовал их рабскую силу, но это имело политическую подоплеку, потому что, если не удалось уничтожить еврейский характер государства с помощью арабов, если не удалось это сделать, нагнав сюда, огромное количество по закону о взращении людей, которые ничего общего с еврейским самосознанием не имеют, давайте попробуем через африканцев, которых мы будем привозить из Африки. Эти нелегалы живут в Тель-Авиве, они как бы ожидают решения, они по всей этой попросили политического убежища, и Израиль, как демократическое государство, вынужден разбирать эти справки, разбираться и решать, кто действительно бежал от страшного режима, был диссидентом и рискует жизнью, если его вернут, а кто, в общем, за компанию побежал, потому что все бежали и просто зарабатывает себе на хорошую жизнь, ну, на хорошую, но условно хорошую жизнь. Эти нелегалы не очень понимают, зачем нужен этот карантин, вообще что тут, при чем тут карантин, и поэтому, соответственно, тоже являются разносчиками, зараза. Третья группа — это наши ультра-ортодоксы, которые не сразу въехали, мы говорили об этом, они живут в своем собственном мире, они не имеют контактов с обычными средствами массовой информации, у них свои собственные системы оповещения, они действительно, им заняло две недели после того, как уже было все сказано, и раввины выступили, и все объяснили, еще где-то две недели продолжалось непонимание ситуации, эти две недели были критическими, сегодня среди харидим корона свирепствует очень серьезно, по крайней мере, заболевших там очень много, сегодня они все очень дисциплинированы, они все ходят, как им сказали, они все все уже поняли, но поздно. И четвертая группа — это наши арабы, которые привыкли плевать на израильские законы, типа, что эти сионисты нам не указаны, и тоже они сейчас начинают понимать, что это, в общем, было не против сионистов, это они сами себе сделали проблему, но это тоже, конечно же, фактор, который может усложнить работу израильской израилохранительной системы, потому что это все ляжет потом на плечи наших медиков, а их силы, вы понимаете, не безграничны. И вот когда мы смотрим на Израиль, мы видим, что, в общем, ситуация неплохая, но сравним с той же Австрией. Австрия, почему с Австрией? Потому что, ну, по количеству населения, по размерам, в общем, где-то мы ближе к Австрии все-таки, чем к Италии или к Соединенным Штатам Америки. И более того, австрийский лидер, молодой, известный, Себастьян Курц, правый лидер, который, в общем, с одной стороны, он очень молод, очень решительный, очень энергичный, с другой стороны, он человек здравый, и он готов учиться. И он сам недавно в интервью сказал, что сначала мы не поняли, что вообще корона — это серьезная вещь. Но мне позвонил премьер-министр Израиля Натаньяу и сказал, ребята, в Европе просыпайтесь, потому что будет плохо. И я подумал, что он действительно прав, он человек очень опытный, это рассказывает сам Себастьян Курц. И мы сделали так, как он нам сказал. То есть Австрия начала чуть позже, чем Израиль, те же самые карантинные меры. Но австрийцы — это все-таки австрийцы, не израильтяне, не арабы, не нелегалы. Когда им сказали сидеть в карантине, вы же понимаете, немцы, они умеют выполнять приказы. Они все дружно, правильно сели в карантин, и мы видим сегодня на графиках, что в Австрии они уже прошли пик, хотя они начинали позже, чем в Израиле. И они уже, у них количество новых заболевших становится все меньше и меньше, количество выздоровших растет. Таким образом, они выбираются потихонечку из этого кризиса и уже могут думать о том, как выходить экономически из всей этой неприятности. В Израиле, к сожалению, несмотря на то, что мы начали раньше, из-за того, что у нас публика все-таки не австрийская, не немецкая, мы худшими показателями, и у нас еще займет, видимо, неделю или полторы, пока мы начнем, как бы ощутим вот это сокращение. Оно уже вроде есть, но еще не достаточно сильное. Сокращение в новых, в количестве новых случаев заболевания. Ну и теперь перед нами в полный рост встает проблема, вопрос о том, как дальше выходить экономически, как спасать то, что было. Я напомню, Израиль попал в этот кризис на пике своих экономических возможностей. 10 лет, 11 лет почти. Натаниял вел страну к новым победам. У Израиля большие финансовые запасы. Есть, так сказать, жирок, который можно сейчас проесть. Есть хорошая экономическая база. Много вещей было сметено одним ударом фактически, когда страна села в карантин. И понятно, что Израиль только часть мировой экономики. А значит, когда все рушится вокруг, ты не можешь устоять и сохранить свою экономику не пострадавшей. Но будем выходить. По сути дела, уже с начала следующей недели, с воскресенья ближайшего, уже начинается постепенное размораживание экономики в стране. Ну и понятно, что в Израиле, если кто-то и может с минимальными потерями вытащить Израиль из экономического кризиса, то это, безусловно, Натаниял. Никто даже близко не сравнится с ним. Поэтому будем надеяться, что все-таки ему удастся договориться, уговорить Ганса не мешаться у него под ногами. И что, помимо суверенитета и, по крайней мере, сдерживания судейского беспредела, Натаниял, именно Натаниял займется в ближайшие месяцы спасением израильской экономики. Спасибо. Спасибо, Александр. Давайте мы, наверное, сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и обязательно продолжим. Если будут вопросы, примем вопросы от радиослушателей и вы попробуйте на них ответить. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Напомню, телефон студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну, а сейчас, наверное, давайте продолжим тему коронавируса и о том, как ведут себя палестинские арабы. Да, на самом деле, это тема, которая стоит обсуждения, просто для того, чтобы мы сейчас могли поговорить об этом, поставить галочку и запомнить на будущее. Знаете что, Александр, давайте попробуем принять звонок, чтобы не держать людей на линии, а потом продолжим тему. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Спасибо, что вы приняли мой звонок. Спасибо, Сергей и Александр. Александр, два вопроса. Один, клянусь вам, пару недель я не мог позвонить и не мог задать, но все-таки я вам задам его. Первый вопрос такой. Вы говорили пару недель тому назад и все время повторяли, что, в принципе, израильские вооруженные силы были огражены, их никого не пускали домой и так далее, чтобы они... В принципе, вот на сегодняшний день они избежали их, никто не заболел из них, в вашей армии, и их действительно как-то пронесло. А второй вопрос, вы знаете, пару недель тому назад я увидел случайно на телевидении, я увидал видео, где ультрататоксальная община, синагоги, с детьми и взрослыми молятся. И тут приходит израильская армия и их, в принципе, разгоняет. Объясните мне, вы понимаете, я сам принадлежу к антатоксальной силовой области больше 40 лет в Америке. Все многие знают моего ребра. Это Луис Лазовский. Но как это могут пожелать? Как это? Они не слышат эти законы, не подчиняются, они не подчиняются законам своего ребра, как это обычно бывает в антатоксальной общине. Скажите, пожалуйста, потому что это было очень для меня смотреть такое вот, когда такое происходит в мире, такое происходит в государстве Израиля, и кто-то совершенно игнорирует законы. Спасибо, и я вас удовольствием, как всегда, послушаю на радио. Спасибо большое, Александр. Я не расслышал. В первом вопросе, о ком вы спрашивали, кто жив ли здоров? Вы говорили о ком-то, я не совсем расслышал, кого вы имели в виду? Речь не шла конкретно о ком-то, а речь шла о том, что израильской армии как бы запретили покидать пределы баз и не отпускали домой, и спрашивают, в результате этих действий все ли, так сказать, здоровы, никто не заболел? Мы понимаем, что армия-то критично, то есть, если бы в армии началась повальная эпидемия, то, в общем, как бы мы же понимаем, что кроме коронавируса существуют еще никуда не делись все обычные наши проблемы, поэтому в армии были предприняты ряд мер достаточно разумных, так, например, некоторые рода войск, я буду говорить очень общие, чтобы не нарушить никаких цензурных ограничений, там перешли на вахтовый метод, то есть, одни и те же группы работали в течение трех недель, а потом они сменялись, таким образом, если кто-то внутри этой группы заболевал, то, соответственно, выпадала только одна группа, а не сразу много людей, и действительно солдаты были на базах, насколько я знаю, часть солдат, которая была закрыта на базах, уже побывала дома, часть еще нет, но, в общем, этот процесс сумел действительно сохранить в израильской армии достаточно низкие показатели заболевавших, при том, что помимо обычных солдат, ведь есть еще прапорщики, да, есть люди, которые остаются в армии как бы уже на работу, это люди, которые во всех армиях, видимо, иногда ведут себя, мягко говоря, неординарно и становятся героями каких-то анекдотических ситуаций, так вот эти прапорщики ни один, ни два раза были ситуации, которые я читал в прессе израильской, они ходили домой, несмотря на запрет, они посещали каких-то своих знакомых или своих родственников или своих близких, приносили корону на базу, и за них там целый блок армейский выпадал на две недели из игры, потому что все люди, которые с ними пообщались, если они заболели, то, соответственно, все, кто с ними пообщались, оказываются в карантине. Это что касается первого вопроса, но, в общем, подводя итог, не так страшно, то есть цифры заболевших в армии и тех, кто сидел на карантине, не такие страшные, не такие большие, не те, которые могли нанести армии ущерб для выполнения каких-то основных ее задач. Что касается вопроса о наших ультра-ортодоксах, действительно, очень больной вопрос, и многие религиозные евреи, и многие даже ортодоксы пытаются понять, что же произошло там. Общая позиция сводится к тому, что, во-первых, когда мы говорим об ультра-ортодоксах, это очень широкое общество. На одном, то есть все это, речь идет о очень религиозных евреях, евреях, которые стараются соблюдать не просто все заповеди, но крайне педантично соблюдать заповеди, иногда они еще и устражают, то есть выполняют заповедь более строго и серьезно, чем даже требуют те или иные раввины. Но, тем не менее, это очень большой спектр самых разных людей. На одном конце люди, которые интегрированы в израильское общество, которые работают врачами, адвокатами, научными работниками, строителями, кем угодно, и они, конечно же, знают новость, они все прекрасно понимают, и они часть в этом смысле обычного общества, светского. Они сразу все поняли и выполняли все распоряжения как положено. На другом конце люди, которые живут в общем-то так, как жили евреи в местечках в XIX веке, у них нет радио и телевидения, потому что если бы они были христиане, сказали бы от сатаны, поскольку они не христиане, говорят, это все может привести нас к нарушению заповедей, мы этого не хотим и не знаем. Информация там передается в синагоге, иногда от раввины, иногда от соседа по синагоге, иногда от объявления на улице, которые вывешивают. Понятно, что такая система распространения информации, она медленная. И пока эти люди сообразили, что то, что говорят светские евреи, мы понимаем, что они все ошибаются, эти светские евреи, ничего не понимают в этой жизни, не знают, как правильно нужно себя вести, пока стало ясно, что то, что они в этот раз бубнили, было так и правильно. И что большинство раввинов, более как бы открытых, уже высказались на то, что нужно соблюдать все правила, которые придумало правительство. Это все заняло примерно две недели. Сейчас уже не осталось ультраортодоксов, которые бы не знали этих правил. Есть, правда, очень маленькие маргинальные группы, которые назло, буквально в противоречии тем раввинам, которые, по идее, считаются у них авторитетами, которые сказали, конечно же, надо все соблюдать. Они все равно продолжают подпольно устраивать молитвы групповые, потому что нужно молиться группами. И, несмотря на то, что уже большинство раввинов, сифарские, практически все заявили о том, что совершенно однозначно, тот, кто молится сейчас в группе, он нарушает заповедь. Ашкинанские более осторожны и аккуратны, но тоже, в общем, пришли к тому, что нельзя этого делать сейчас. И, тем не менее, там и здесь возникают такие партизанские группы, которые во имя освящения Божьего имени думают, что они это делают, собираются. Полиция и армия пытаются это все пресечь. Все это выглядит, конечно, очень некрасиво и грустно, но это уже только действительно маргинальные группы, которые не влияют на общий мейнстрим хоридин, общий мейнстрим ультра-отодоксов, сегодня все озазнает и делает все как положено. Сергей? У нас есть еще звонки, если вы не возражаете. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, у меня вопрос ну, как бы, очень такой, как бы, насущный. Вот как у вас считается, если вы рассказывали про армию, что там заболели, на три недели выпали из работы, вот человек выздоровел, у него нет температуры, он нормально себя чувствует. Считается ли это, что он выздоровел, и не является ли, не продолжает ли он разносить этот вирус? Как это происходит у вас в жизни? Спасибо большое. Окей. В Израиле на сегодняшний момент, во-первых, я не врач и не эпидемиолог, поэтому я не могу вам сказать точно, как это все на самом деле. Но мы знаем, что в Израиле, как я уже сказал, порядка трех тысяч переболевших и выздоровевших. Это очень небольшая группа людей, даже для десятимиллионного Израиля. И поэтому я не знаю, что происходит с теми непосредственно военными или не только военными людьми, которые поболели, переболели, возвращаются ли они на работу, в армию, например, я не думаю. Речь идет, в первую очередь, от тех, кто могли заболеть. То есть вот заболел человек, рядом вокруг него есть еще несколько десятков людей, которые были с ним в контакте, они все отправляются на двухнедельный карантин. Через две недели, если они не заболели, то они возвращаются в строй. Это да. Что касается тех, кто переболел, я не знаю, куда их сейчас отправляют, потому что да, вы правы, мы на самом деле не знаем до конца, насколько корона проходит, насколько она не может повториться, насколько она не сидит внутри человека. Все это открытые вопросы, насколько я понимаю. И понятно, что никто рисковать сейчас не хочет. Следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в Уфи. Добрый день. У меня такой вопрос. Знаете, о палестинской автономии болеет канаровирусом, и если проводят тесты, вообще при их плодности населения, там должна будет уже переболеть вся автономия. Вы имеете какую-то информацию? Потому что я официально вообще не имею информации. да, на самом деле мы как раз, я планировал рассказать достаточно подробно об этой ситуации во второй части нашей передачи, но вижу по времени, что много времени у нас на это не будет, поэтому я с короговоркой буквально расскажу в двух словах. На самом деле, когда вы говорите о высокой плотности населения, то вы должны понимать, что в Тель-Авиве плотность населения примерно в 7 раз выше, чем в секторе газа. И в Иудее, Самарее плотность населения вообще не очень большая. То есть сказки о том, что арабы палестинские сидят друг у друга на голове, а евреи жируют, это вранье. Как раз Израиль является очень плотно населенным государством, а арабы в Иудее и Самарее там вообще достаточно пусто, потому что, мы об этом когда-то говорили, большое количество арабов давно уехало. Они записываются автономией как будто бы как мертвые души, и они там числятся где-то, но их реально давно уже нет. Они живут в Чили, в США, Европе, где угодно. В Газе плотность действительно высокая, но опять же не выше, чем в Тель-Авиве. Так вот, там действительно болеют коронавирусом, и там, по крайней мере, цифры, которые они приводят, невысокие, значительно меньше, чем в Израиле. Мы понимаем, что когда мы говорим о таких режимах авторитарных, то относиться с какой-то серьезностью к их статистике бессмысленно, по крайней мере, потому что, во-первых, есть две причины. Первая, они врут, чтобы показать, что они лучше, чем остальные. Об этом, так сказать, очень четко это видно и по Ирану, и по Китаю, и в этом смысле палестинская автономия ничем не лучше Ирана или Китая. Во-вторых, они врут, потому что часто у них нет возможности проверить, то есть не могут проверить всех и вся. Кто-то болеет, если у него есть блат какой-то, если, например, он приехал из-за границы, и они знают, что таких людей нужно проверять, на него, может быть, хватит этого тестового прибора, его проверят, обнаружат у него коробу. Другой, который просто заболел и тихо умер, запишет, что он умер от невмонии. Поэтому, что там на самом деле происходит, мы сможем посмотреть только тогда, когда узнаем статистику вообще умерших за этот период, если мы вообще ее когда-нибудь узнаем, поскольку, снова, статистика палестинской автономии, это вещь абсолютно мусорная, бессмысленная. К слову, как раз, есть очень интересный момент, он не относится к палестинской автономии, но я расскажу, я вспомню. В Израиле наблюдается очень любопытная ситуация, пока что она не на уровне официальных сообщений, а на уровне вот того, что представители похоронных контор в разных городах утверждают. Я это скажу, учитывая, что это неофициальное сообщение, это неофициальные новости, это как некое удивительное явление, хотя, возможно, у него есть вполне персональное объяснение. Так вот, похоронные кампании в израильских городах утверждают, что в последний месяц количество похорон как раз уменьшилось относительно обычного, так сказать, сезонного. Буквально уменьшилось очень ощутимо. Это происходит, как говорят, в Хайфе, происходит в других крупных городах израильских. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, сейчас карантин и добавились ко всем обычным умирающим людям, еще и те, кто умирают от коронавируса, ну, в Израиле речь идет на всю страну о 150 людях, то есть не то, чтобы сильно заметно. Но, тем не менее, вообще умирать стало меньше людей. Является ли это каким-то чудом? Или это объясняется тем, что люди меньше ездят на машинах, значительно меньше, а значит, соответственно, меньше дорожно-транспорт происшествий. Меньше идут в поликлинику пожилые люди, там заражаются и от этого получают какие-то простые обычные болезни. Больше пожилые люди, опять же, получают внимание со стороны своих родственников и вообще окружения и как-то чувствуют свою большую вовлеченность в этом мире. Может быть, это психологически влияет на то, что они чувствуются, оказываются здоровее. Так или иначе, вот такой вот удивительный эффект. Умирают как раз в последнее время в Израиле вроде бы даже значительно меньше, чем обычно в тот же период. Что касается палестинской автономии, ещё что я хочу сказать. Израиль на самом деле очень помогает сейчас автономии и в Иудее-Самарии, вот этой ромальской банди, и в Газе. То есть Израиль передал комплекты для тестирования, передал защитное снаряжение, передал респираторы, передал разные необходимые важные оборудования для борьбы с пандемией. Бесплатно передал. Более того, медицинские бригады палестинских арабов прошли обучение в израильских больницах и из Иудеи-Самарии, и из Газы. Более того, Израиль позволил так называемым силам безопасности, то есть, грубо говоря, бандитам на службе ромальской ОПГ патрулировать арабские деревни в зоне Си, там, где обычно начиная с начала 2000-х годов им запрещено там появляться. Там только Израиль контролирует ситуацию. Но Израиль разрешил там патрулировать, чтобы присматривать за арабами в этих деревнях и помочь в соблюдении карантина. Так вот, и более того, палестинские арабы копируют Израиль практически по всем аспектам. То есть, все, что делает Израиль, они тут же делают у себя то же самое. Понимают, что, в общем, евреи умные, и они делают суправе. Но при этом они продолжают вредить и пакостить Израилю, причем иногда доходят до абсурда. То есть, после всего того, что им делают сейчас хорошего, они на уровне премьер-министра автономии Мухаммеда Штайн несут клевету на Израиль, которая включает в себя и то, что солдаты специально заражают на КПП арабов. И то, что Израиль специально хочет, чтобы у него работали палестинские арабы, чтобы потом они заразились, потом поднесли это в свои деревни и там все перезаражали всех. И то, что израильские какие-то там поселенцы еврейские плюют на арабов, чтобы заразить их этой короной. И это бред и чушь, она не транслируется ни какими-то отдельными случайными блогерами или сумасшедшими. Это говорит премьер-министр автономии, глава этой самой группировки, который ходит под Абасом, который президент Мухаммед Абас. И это все идет на международном уровне, все это сообщают разные, все это сообщается европейским дипломатам и прочее, прочее, в средствах массовой информации палестинской автономии идет подстрекательство и обвинение Израиля в том, что он специально заносит коронавирус в Иудею и Самарию, чтобы все арабы умерли. Ну, о логике этих заявлений как бы даже смешно говорили, у нас нет времени на это объяснять, насколько это все безумно. Дошло до того, что генерал-майор израильской армии, который отвечает за как бы ситуацию в зоне Си, вообще в Иудее и Самари, в арабском секторе, он, кстати, друз, то есть не еврей, а араб, друз по национальности. Он просто взбесился, сказал, что или вы заткнетесь, или я приму меры, поскольку, опять же, он не еврей, видимо, ему это еще больше, не имеет того уровня терпения, который евреи привыкли сносить все это подстрекательство. Он говорит, что ж такое, мы вам помогаем, мы вам безвозмездно передаем материалы для спасения людей, а вы нам еще и говорите про нас такие гадости. Более того, Автономия попросила у Израиля как бы в долг, ну, в долг это условно, потому что никто же возвращать не собирается, полмиллиарда шекелей на борьбу с коронавирусом. Израиль сказал, хорошо, дадим вам вот эти самые деньги в банке. И тут же они заявляют на то, что это пойдет не на восстановление экономики разорившихся, этих хозяйств маленьких, а это пойдет в первую очередь террористам, которые сидят в израильских тюрьмах. На их пенсии, им же заморозили деньги, Америка, Израиль, как бы денег вроде на это нет, так теперь они есть, потому что взяли под спасение арабского населения от экономического кризиса, а передали этим самым, собираются передать террористам. И то же самое Хамас. Хамас, который вообще не признает Израиль никаким образом, он тоже, тоже его медицинские группы прошли обучение в Израиле, и они тоже получили оборудование, и все это за бесплатно. А теперь они говорят так, вы же хотите там вернуть остатки своих солдат, так вот вы нам освободите порядка двух с половиной сотен заключенных, террористов, которые сидят в израильских тюрьмах, тогда мы вам не то что освободим, передадим останки этих солдат, мы вам передадим информацию об этих останках, и информацию о тех двух несчастных сумасшедших, которые перелезли через забор и бежали туда, в сектор газа, и этих сумасшедших они удерживают уже много лет в качестве заложников от израильских граждан. Так вот, когда мы видим всю эту ситуацию, мы понимаем, что, во-первых, две вещи. Первое, даже если даже в такой ситуации, как эпидемия, эти негодяи ведут себя таким подлым образом, то говорить о том, что когда-то мы с ними можем заключить какой-то мир, это просто смешно. То есть, может быть, мы и можем заключить мир, но не с этими политическими руководствами, не с этими лидерами, а эти лидеры вполне легитимные избранники своего населения. То есть мы должны четко понимать, что с этими людьми мы никакого мира заключить не можем, потому что даже в такой ситуации, как эпидемия, когда во многих местах прекратились войны и прекратились распри, и все пытаются спастись, они продолжают получать у Израиля помощь и пакостить, и вредить нам, и вести против нас такую работу. И второе, четко очень видна разница между демократическими и тоталитарными режимами. Демократические государства, кто-то лучше, кто-то хуже, но все ведут борьбу с эпидемией, и общая ключевая черта состоит в том, что приоритетом является защита жизни и благополучия граждан. Кто-то это делает более успешно, кто-то это делает менее успешно, кто-то делает много ошибок, кто-то делает мало ошибок, но и Италия, и Израиль, и США, и Тайвань, они все в первую очередь стараются спасти людей так, как у них это получается. Когда мы видим, когда мы смотрим на Китай, Иран, или автономию палестинскую, или на Хамас в Газе, мы видим, что там ситуация совершенно другая, там совершенно плевать на людей, и самое главное, это имидж, во-первых, а во-вторых, как еще напакостить врага. Вот Китай, он является источником коронавируса, собственно, коронавирус нужно называть уханским вирусом, китайским вирусом, как это делал Трамп, потому что сегодня уже почти в открытую говорят о том, что если это не диверсия умышленная, то это типа Чернобыля, это у них сбежало из лаборатории. Но мы об этом говорить не будем, мы этого пока не знаем, в любом случае совершенно понятно, что Китай виноват, и он виноват не только в том, что это у него случилось, а в том, что он намеренно в критические недели занижал информацию, скрывал это все, и теперь весь мир расклёбывает то, что Китай не сообщил вовремя, использовал еще ВОЗ, как заметил Иван Денисов, пиар-отдел китайского министерства здравоохранения, Всемирную организацию здравоохранения, он их использовал для того, чтобы ввести в заблуждение весь мир. И скрывали они эту информацию, в первую очередь, люди, приехавшие из Советского Союза, прекрасно понимают эту ситуацию, потому что Китай скрывал информацию, чтобы доказать, что он режим выдающийся и процветающий, не то, что вот эти самые изогнивающие Запад и капиталисты. У них все плохо, у нас все хорошо, у нас не может быть плохо, поэтому эти неуклюжие демократии ничего не умеют, а у нас как раз все замечательно. И сейчас пытается Китай перевалить вину на США, мол, это США является источником пандемии. И параллельно еще усиливает угрозы против Тайваня, ведет испытание тактического ядерного вооружения, то есть под шумок пытается сделать какие-то мерзости и гадости. Иран то же самое, лжет о том, сколько у них умерло, они говорят о том, что у них погибло порядка 5000 человек, при том, что оппозиция иранская говорит, что речь идет о десятках тысяч погибших иранцев. Тоже врут, тоже обвиняют Израиль и США, и тоже пытаются атаковать американские войска в Ираке, и использовать это для сбора средств, для своих целей, конечно, военных, террористических, добиваются отмены санкций, требуют, и их под шумок занимаются обогащением урана. И то же самое делают наши палестинские соседи. Они получают помощь от Израиля и тут же ведут против Израиля подрывную работу, вредят, науськивают, клевещут и совершенно плюют на собственный народ. То есть когда им даже дают уже деньги, чтобы спасли своих людей, чтобы те не умерли с голода, они эти деньги используют на поддержку террористов. И это очень важно, почему? Мы все прекрасно понимаем, вроде бы, о чём идёт речь, но вот пройдёт время какое-то, и начнут размываться эти моменты, мы должны очень чётко помнить, когда мы будем оценивать того или иного политика или той или иной режим, в первую очередь вспомните, как они вели себя во время пандемии коронавируса. И тогда всё станет сразу на свои места. Есть демократии, худо-бедно демократии, которые заботятся о своём народе, о своём обществе. И есть диктатуры, которые делают всё для того, чтобы достичь свои личные интересы, и при этом им совершенно плевать на тот народ, которым они управляют или который они, так сказать, держат за горло. Александр, огромное спасибо, как всегда, очень интересно. И до встречи в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова